Марина Цветаева «Одним ожесточением воли» Среди островков и архипелагов эмигрантской поэзии Марина Ивановна Цветаева «Континент». Масштабы несопоставимы, речь и мышление тоже. О чем говорит, что думает Цветаева «Масштабы континента, если не все о земли? Расстояние огромное». «Россия не есть условность территории», Марина Цветаева. И вот с меркой мелкопоместного дворянина пытается подступиться к ней хозяин газетной полосы, прошлый министр каких-то дел Временного правительства, депутат Госдумы последнего созыва из опоздалого на полвека учредительного собрания, яркий аплагет войны до победного конца, профессор двух университетов и прочее, и прочее. Словом, мозговик предреволюционной номенклатуры вершителей судеб, свято верящих, что действуют во благо России. Что это? Глупость или измена? Глупость и цинизм обывателя, истерия и измена слову. «Не попутчество, а одинокое сотворчество», — говорит Марина Цветаева. «И лучше всего послужит поэт своему времени, когда даст ему через себя сказать, сказаться. Лучше всего послужит поэт своему времени, когда о нем вовсе забудет, о нем вовсе забудут. Современно не то, что перекрикивает, а иногда и то, что перемалчивает. Отцам, поколенью сиренью и с Пасхой в Кремле, Мой привет поколенью, поколена в земле, Осединами в звездах, Вам слышней камыша, Чуть зазыблится воздух говорящим, Душа. Только душу испасшим из фамильных богатств, Современникам старшим, Вам безравенств и братств. Руку веры и дружбы, Как кавказец кувшин свиноградный, Врагу же две протягивавшим, Не сиреной, сиренью, Заключенная в гроб, Поколенье с пареньем, С тяготением от земли над землей, Прочь от и червя, и зерна, Поколенье без почвы, Но с такою до дна, Нища узренной бездной, Что из впалых орбит Ликом девы любезной, Как живая гляди. Поколенье, где краше был, Кто жарче страдал, Поколенье, я ваше Продолженье зеркал, Ваше сутью и статью, И почтеньем к уму, И презреньем к платью, Плоти временному. Вы, ребенку, поэтам обреченному быть, Кроме звонкой монеты, Все внушившие, чтить, Кроме бога Баала, Всех богов, всех времен и племен, Поколенью с провалом, Мой бессмертный поклон, Вам в одном небывалом, Умудрившемся, Быть вам, Средь шумного бала, Так умевшим любить, До последнего часа, Обращенным к звезде, Уходящая раса. Спасибо тебе. 16 октября 1935 Искусство, религия, философия Это и есть и главные вещи, Ася, От которых ты видишь тень, И познание себя в их свете Самое сокровенное. Не понимаю, Макс, Мне это пустые слова. Это я и сказал тебе, А вот когда ты проснешься в них, Тогда все вокруг так наполнится. Современность не есть все мое время. Современное есть показательное для времени, То, почему его будут судить. Не заказ времени, а показ. Современность сама по себе отбор. Истина современная есть то, Что во времени, вечного. Посему, кроме показательности Для данного времени, Своевременно, всегда, Современно, всему. Марина Цветаева по это время. Ирма Кудрова пишет. Совсем не нужно быть Непременно высоколобым интеллектуалом, Чтобы заслужить ее внимание И расположение. Она скучает как раз С плоскими умниками, Мозговиками, Как назвал их еще Андрей Белый, Самоуверенной посредственностью, Рассуждающей о судьбах человечества. С такими ей пронзительно одиноко, Пустынно, Она с трудом держит Приличное выражение лица, А иногда и не выдерживает. У нее возникает ощущение собаки, Брошенной к волкам. То есть, скорее, я, волка, Не собаки, Но главное дело в розни, Пишет она Бунин. Она признается И в настигающем ее временами Ужасном одиночестве совместности, Столь обратном благословенному уединению. Ибо совместность ужасна, Когда она дань суетной необходимости Или этикету, Или еще чему-нибудь в этом роде. Именно о таком она записывает. Когда я с людьми, Я несчастна, Пуста, То есть полна ими, Я выпита, Я не хочу новостей, Я не хочу гостей, Я не хочу вестей, У меня голова болит От получасовой беседы, Я становлюсь жалкой и лицемерной, Говорю как заведенная И слушаю как мертвец, Я зеленею, Чувство, Что люди крадут мое время, Высасывают мой мозг, Который я в такие минуты ощущаю, Как шкаф с драгоценностями, Наводняют мою блаженную небесную пустоту, Ибо небо тоже сосуд, То есть безмерное место для Всеми отбросами дней, Дел, дрязг, Ирма Кудрова, Версты, Дали. Люблю ли вас? Задумалась, Глаза большие сделались, В лесах река, В кудрях рука Упрямая запуталась, Любовь старо, Грызу перо, Темно, А свечку лень зажечь, Быть повести, На то ведь и Поэтом В мир рождаешься, На час дала, Назад взяла, Уже перо летит В потемках, Так, Справимся, Знак равенства, Между любовь И бог с тобой. Что страсть? Старо, Вот страсть, Перо. Вдруг розовая роща В дом, Есть запахи, Как заповедь, Лоб уронила На руки. Вербное воскресенье, 22 марта 1920. Конечно, Кроме крикунов, Была критика Неперекрикивающая, Внимательная, Вдумчивая. Это были голоса Дмитрия Петровича Святополка Мирского, Владислава Филициановича Ходосевича, Александра Васильевича Бахраха, Марка Львовича Слонима. Художник тем отличается от философа, Растолковывал Ходосевич, Что его дело Проникновенное Видение И переживание Мира, Но не прямое Суждение о нем. То, что поэт увидел И как увидел, Может быть предметом Критического И философского Смысления. Философия поэта Не излагается В его творчестве, Но оттуда извлекается. Поэтому для философа Есть смысл Искать у поэтов Свидетельств И наблюдений. Поэт же, Перелагающий Стихами философа, Поэтически безнадежен. Он насилует Природу поэзии. Полагаю, Что кое-что Любопытное Можно извлечь Из поэзии Цветаевой, Потому что Она созерцатель жадный, Часто зоркий И всегда страстный. Она сама Меньше всего Философствует, Больше всего Записывает. Ее поэзия Насквозь эмоциональна, Глубоко лирична, Даже в ее Эпических Опытов. Мне уже доводилось Указывать, например, Что ее сказка Молодец Есть ряд песен, Лирических моментов, Последовательностью которых Определяется ход событий. Эмоциональный Напор у Цветаевой Так силен и обилен, Что автор Словно едва Поспевает За течением Этого лирического потока. Цветаева Словно так Дорожит Каждым впечатлением, Каждым Душевным движением, Что главной Ее заботой Становится Закрепить Наибольшее Число Их В наиболее Строгой Последовательности, Не расценивая, Не отделяя Важного От второстепенного, Ища не художественной, Но скорее Психологической Достоверности. Ее Поэзия Стремится Стать дневником, Когда психологически Родственная Ей поэзия Растопченой. Ходосевич Рецензия Марина Цветаева После России Из письма Марины Цветаевой Тесковой 24 ноября 1933 года Стихов я почти не пишу, И вот почему. Я не могу ограничиться Одним стихом. Они у меня Семьи, Циклами, Вроде воронки И даже водоворотов, В которые я попадаю, Следовательно, И вопрос времени. Я не могу одновременно Написать очередную прозу И стихи, И не могла бы, Даже если была бы Свободным человеком. Я концентрик. А стихов моих, Забывая, что я поэт, Нигде не берут, Никто не берет ни строчки, Нигде и никто Называются Последние новости И современные записки. Больше мест нет. Предлог Непонимания меня, Поэта, Читателя, На самом же деле, Редактором, А именно, В последних новостях Милюковым, В современных записках Руднивым, По профессии врачом, По призванию политиком, По недоразумению редактором, Нота Бена, Литературного отдела. Все это было бы смешно, Когда бы не было так грустно. Иммиграция делает меня прозаиком. Конечно, И проза моя, И лучшие в мире После стихов Это лирическая проза, Но все-таки После стихов. Марина Цветаева Письма Подруга Сини подмосковные холмы, В воздухе чуть тёплом, Пыль и дёготь. Сплю весь день, Весь день смеюсь, Должно быть, Выздоравливаю От зимы. Я иду домой, Возможно, тише, Ненаписанных стихов Не жаль, Стук колёс и жареный миндаль, Мне дороже всех четверостишей. Голова До прелести пуста, Оттого, Что сердце Слишком полно, Дни мои, Как маленькие волны, На которые Гляжу С моста, Чьи-то взгляды Слишком уж нежны. В нежном воздухе Едва нагретом Я уже заболеваю Летом, Еле выздорове От зимы. 13 марта 1915 Если уж я, Преподающий в двух университетах, Новой Цветаевской поэзии Не понимаю, То, может быть, Это плохая поэзия? Или не поэзия вовсе? Нелюков Глупость и цинизм обывателя, Истерия и измена слову, Обыкновенная до банальности глухота, Непонимание родного слова и страны, С которой родом оно. По недоразумению, Люмилюков, Историк, Редактор газеты, Оруднев, Возглавляет литературный отдел Мигрантского журнала. Скорее, неизбежность, Чем недоразумение. У Слоттердайка Замечательный есть набор документов, Размышлений и рассуждений. Из них становится ясно, Что среди целого ряда факторов, Способствующих становлению фашизма, Был истерический цинизм. Знаете, Это звучит так, Что если убрать слова Германии, 1933 год, Это звучит так, Как будто это списано с натуры Нашей сегодняшней жизни. Потому что люди, Которые впадают в истерику, Уж простите меня, Развелось так много истерических мужчин, Которые думают, Что дело критики, Это дело истошного визга. Из интервью Нелли Матрашила, В первой телепрограмме под знаком Пи В 1992 год. Что есть лицо эмигранта? Лицо эмигранта есть посмертная маска, Снятая еще при жизни. Дон Аминаде. Стол. Квиты. Вами я объедена, Мною живописаны. Вас положат на обеденный, А меня на письменный. От того, что йод-то и счастлива, Яств иных не ведала, От того, что слишком часто вы, Долго вы обедали. Всяк на выбранном заранее, Много до рождения, Мести своего деяния, Своего родения. Вы с отрыжками, Я с книжками. С трюфелем, Я с грифелем. Вы с оливками, Я с рифмами. С пикули, Я с дактилем. В головах свечами смертными, Спаржа толстоногая, Полосатая, Десертная, Скатерть вам, Дорогою. Табачку пыхнем гаванского, Слева вам и справа вам, Полотняная голландская, Скатерть вам, До саванан. А чтоб скатертью не тратиться, В яму место низкое, Вытряхнут вас всех со скатерти, С крошками, С огрызками. Коплуном-то вместо голубя Порох, Душа при вскрытии, А меня положат Голубью Два крыла прикрытиями. Конец июля 1933 Вытряхнут вас всех с огрызками, А меня положат голую, Два крыла прикрытия. Вот те синтетические образы, Символы общечеловечества, За которые некогда ратовал Валерий Брюсов, А не просто беглые портреты Родных и знакомых И воспоминания о своей квартире. Квиты. Вами я объедена, Мною живописанная. Истерия 1930-х Захлёстывала Германию и Россию. Глава Союза русских писателей И журналистов в Париже Милюков, Все политические проекты, Которого к тому времени потерпели крах, Дорабатывал новую тактику, Направленную на внутреннее преодоление большевизма. Продолжение вооруженной борьбы Внутри России И иностранная интервенция Более не были актуальны. Теперь он уже не кадет, Но один из лидеров Парижской демократической группы Партии Народной Свободы И выступает не только за уничтожение Помещичьего землевладения, Но и за развитие местного самоуправления. Спрашивается, в какой России? Истерия на свой лад захлёстывала И русскую эмиграцию. В апреле 1934-го Было написано соглашение О создании Всероссийской фашистской организации Со штабом в Харбине, В речах и статьях иных русских изданий Слова «Русь», «Россия», «Русский миссионизм» Повторялись чуть ли не в каждом абзаце. В обладке, Сильно подслащённый патриотизмом, Неискушённый читатель или слушатель Готов был глотать, Не замечая, Ту же отраву расизма, На этот раз русского, Ирма Кудрова. Это с одной стороны. С другой, Как было не угодить в капкан Союза возвращения на родину? В 1925 году Истёк трёхлетний срок изгнания Из СССР Известных писателей, Философов и учёных, И советская страна Готова была распахнуть объятия Для некоторых из них, Хотя бы ради того, Чтобы посеять смуту среди эмигрантов. Призывая засыпать ров Между эмиграцией и Россией, Союз проповедовал, Что долг русского интеллигента Разделить со своим народом Все испытания. СТРАНА С фонарём обшарьте Весь подлунный свет, Той страны на карте нет, В пространстве нет. Выпито, как сблюдце, Донышко блестит, Можно ли вернуться в дом, Который срыт? Заново родися в новую страну, Ну-ка, воротися на спину Коню сбросившему. Кости целы-то, хотя, Эдакому гостю булочник, Ломтя ломаного, Плотник гроба не продаст. Той её несчётных верст Небесных царств, Той, где на монетах молодость моя, Той России нету, Как и той меня. Конец июня 1931. Под прикрытием Союза возвращения на родину, А с 1937-го Ещё и советского павильона Всемирной выставки в Париже, Работали агенты Иностранного отдела НКВД. Мужу, Марины Цветаевой, Сергею Эфрону, Видному деятелю Евразийского движения, Предложили помощь В субсидировании своего издания И, без какого-либо вмешательства В дело о редакции. Постепенность, Неторопливость, Плетение паутины, Продуманный отбор Случайно подворачивающихся Собеседников, Кто сочинял все эти спектакли-ловушки, Кто обучал лицедеев, Кто разрабатывал режиссуру. Исторически несправедливо, Что до сих пор нам неизвестны Имена московских виртуозов, Сумевших одурманить Не только доверчивого Сергея Яковлевича, Но и таких маститых Волков политики, Как Шульгин и Савенко. Ирма Кудрова, Версты, Дали. С начала 30-х он провожал уезжавших в Россию, В крае всем краям наоборот, Друзей-мигрантов. В июне 31-го подал прошение О советском паспорте. Ради искупления белогвардейского прошлого Сергей Яковлевич Эфрон пошел на сотрудничество С вежливыми человечками из НКВД, Занятыми, среди прочего, Физической ликвидацией, Вышедшей из доверия агентуры. Времени у нас часок, Понимала она еще в 1920-м. Дальше вечность друг без друга. Сергею Эфрону Писала я на аспидной доске И на листочках вееров поблеклых, И на речном и на морском песке, Коньками польду и кольцом на стеклах, И на стволах, которым сотни зим, И, наконец, чтоб было всем известно, Что ты любим, 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 Расписывалась Радугой небесной, Как я хотела, Чтоб каждый цвел В веках со мной Под пальцами моими, И, как потом, Склонивши лоб на стол, Крест-накрест перечеркивала Иня. Но ты В руке продажного песца Зажатая, Ты, что мне сердце жалишь, Непроданное мной Внутри кольца, Ты уцелеешь на скрижалях. 18 мая 1920 Современность в искусстве Есть воздействие лучших на лучших, То есть обратная злободневности, Воздействию худших на худших. Завтрашняя газета уже устарела, Из чего явствует, Что большинство обвиняемых в современности Этого обвинения и не заслуживают, Ибо грешат только временностью, Понятию такому же обратному, Современности, как и вне временности. Современность – все временности. Поэт и временно. Из интервью Марины Цветаевой Последним новостям 24 октября 1935 года Дней двенадцать тому назад Мой муж, экстренно собравшись, Покинул нашу квартиру в Англи, Сказав мне, что уезжает в Испанию. С тех пор никаких известий о нем я не имею. Его советские симпатии известны мне, конечно, Так же хорошо, как и всем, Кто с мужем встречался. Его близкое участие во всем, Что касалось испанских дел, Как известно, Союз возвращения на родину Отправил в Испанию Немалое количество русских добровольцев, Мне так же было известно. Занимался ли он еще Какой-либо деятельностью И какой именно – не знаю. 22 октября около 7 часов утра Ко мне явились 4 инспектора полиции И произвели обыск, Захватив в комнате мужа Его бумаги и личную переписку. Затем я была приглашена в Сюрте-насиональ, Где в течение многих часов Меня допрашивали. Ничего нового о муже Я сообщить не могла. Когда я гляжу на летящие листья, Слетающие на булыжный торец, Сметаемые, как художника, кистью Картину кончающего на конец, Я думаю, Уже никому не по нраву, Не стану, Не весь мой задумчивый вид, Что я в сценожелтый, Решительно ржавый, Один такой лист на вершине Забыт. Двадцатые числа Октября 1936-го Собственно говоря, Мужчины должны быть мужчинами. Они должны думать не о том, Чтобы громче закричать, Как нам плохо. Обстоятельная критика, Разбор того, Что в современном мире происходит неблагополучно, Это надо делать, Но делать наиболее точно, Наиболее обдуманно. Перестать отчаянно суетиться, Ведь мы же так суетимся, Что уже не видим, Уже иногда не замечаем своих друзей, Заглянуть в самих себя, Посмотреть, Что же в сущности с нами происходит, Не в этом ли сейчас спасение, Не в этом ли спасение для нас, И для наших детей и внуков, Ведь это очень опасная болезнь, Это непрекаянность, Это постоянный страх. Нелли Матрошилова Из интервью 1992 года Глядя со стороны, Можно было с досадой воскликнуть, Хотят любить Цветаеву, Из-за нее любят Сергея, А он был убийца, На что возражали. Вы не уважаете Марину Ивановну? Нет, Марину я уважаю. Моя мать была участницей покушения на Столыпина, И я свято чту ее память, А моя мать была членом народной воли, И я тоже свято чту ее память, Но ни ваша мама, ни моя Не были агентами сталинской разведки. Марина про Сергея была отлично осведомлена, Но у нее роман за романом, А Сергей это прошлое, давнее, Что он и какой он, Ей было уже все равно. Записки об Анне Ахматовой 16 ноября 1964 года Сергею Эфрону Я с вызовом ношу его кольцо, Да, в вечности жена не на бумаге, Его чрезмерно узкое лицо подобно шпаге, Безмолвен рот его углами вниз, Мучительно великолепны брови, В его лице трагически слились Две древних крови. Он тонок первой тонкостью ветвей, Его глаза прекрасно бесполезны, Под крыльями распатхнутых бровей Две бездны. В его лице я рыцарству верна, Всем вам, кто жил и умирал без страху, Такие в роковые времена Слагают станцы и идут на плаху. Ах, несмотря на гадания друзей, Будущее непроглядно. Прежде мужа в Советский Союз Вернулась дочь Марины Цветаевой, Ариадна Эфрон. Сыну Георгию Муру Одноклассники в лицо выкрикивали оскорбления, Ведь, судя по Милюковским последним новостям, Они с матерью стали агентами Ежова за границей. Нужно было уезжать либо далеко на запад, Либо обратно на восток. На восток к мужу и дочери. На запад. К кому? Только маленький часок я у вечности украла. Через неделю после обыска и допроса Цветаевой Заокеанском Ричмонде, штат Вирджиния, Умер внук Декабриста, Бывший директор императорских театров, Давний её друг, князь Волконский. На панихиде в католической церкви Святой Троицы В Париже собралось эмигрантское общество. Марину Цветаеву я видела в последний раз на похоронах Или это была панихида Князя Волконского 31 октября 1937 года. После службы в церкви на улице Франсуа Жерар Волконский был католик восточного обряда. Я вышла на улицу. Цветаева стояла на тротуаре одна И смотрела на нас полными слёз глазами, Постаревшая, почти седая, простоволосая, Сложив руки у груди. Это было вскоре после убийства Игнатия Рейса, В котором был замешан её муж, Сергей Эфрон. Она стояла, как зачумлённая. Никто к ней не подошёл. И я, как все, прошла мимо неё. Нина Берберова, курсив мой Генералам двенадцатого года Сергей Вы, чьи широкие шинели Напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели И голоса, И чьи глаза, как бриллианты, На сердце вырезали след Очаровательные франты Минувших лет. Одним ожесточением воли Вы брали сердце и скалу Цари на каждом бранном поле И на балу. Вас охраняла длань Господня И сердце матери Вчера, малютки-мальчики, Сегодня офицера. Вам все вершины были малы И мягок самый чёрствый хлеб, О, молодые генералы Своих судеб! Ах, на гравюре полустёртой В один великолепный миг Я встретила, тучков четвёртый, Ваш нежный лик, И вашу хрупкую фигуру, И золотые ордена, И я, поцеловав гравюру, Не знала сна. О, как мне кажется, могли вы Рукою полную перстней И кудры гев ласкать, И гривы своих коней! В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век, И ваши кудри, ваши бачки Засыпал снег. Три сотни побеждало, трое, Лишь мёртвый не вставал с земли, Вы были дети и герои, Вы всё могли. Что так же трогательно юно, Как ваша бешеная рать, Вас златокудрая фортуна Вела, как мать. Вы побеждали и любили Любовь и сабли острие, И весело переходи В небытие. 26 декабря 1913. Феодосия Поэтика прошлого века Не допускала одержимости словом, Напротив, требовала власти над ним. Поэтика современная, Доходящая порой до признания Крайнего словесного автонимизма И, во всяком случае, Значительно ослабившая узлы, Сдерживавшие словесную стихию, Дает Цветаевой возможности, Не существовавшие для растопчиной. Причитание, Бормотание, Лепетание, Полузаумная, Полубредовая запись Лирического мгновения, Закрепленная на бумаге, Приобретает сомнительные, Но явочным порядком Осуществимые права. Принимая их из рук Пастернака, Получившего их от футуристов, Цветаева В нынешней стадии Своего творчества Ими пользуется, И делает это целесообразнее Своего учителя, Потому что применяет Именно для дневника, Для закрепления Самых текучих Душевных движений. И не только целесообразнее, Умней, Но, главное, Талантливее, Потому что запас Словесного материала У нее Количественно И качественно Богаче, Она гораздо Одареннее Пастернака, Непринужденнее его, Вдохновении, Наконец, И по смыслу Ее промытание Глумше, Значительнее. Читая Цветаеву, Слишком часто Досадуешь, Зачем это сказано Так темно, Зачем то Не развито, Другое Не оформлено До конца, Читая Пастернака, За него По человечеству Радуешься, Слава Богу, Что все это Так темно, Если словесный Туман Пастернака Развеет, Станет видно, Что за туманом Ничего Или никого нет. За темнотою Цветаевой Есть Есть богатство Эмоциональное И словесное, Расточаемое, Быть может, Беспутно, Но несомненно. И вот, Говоря ее же словами, Присягаю, Люблю богатых. Сквозь все Несогласия С ее поэтикой И сквозь все Досады Люблю Цветаеву. Владислав Ходосевич Рецензия Марина Цветаева После России Если душа Родилась крылатой, Что ей хоромы И что ей хаты, Что Чингисхан И что орда, Два на миру У меня врага, Два блеснеца Неразрывно слитых, Голод голодных И сытость сытых. 18 августа 1918 Ильфо Эдро Абсолюман Нодерх Надо быть до конца Современным Артюр Рымбо Быть современником, Творить свое время, А не отражать его. Да, отражать его, Но не как зеркало, А как щит. Быть современником, Творить свое время, То есть с девятью десятыми В нем сражаться, Как сражаешься с девятью десятыми Первого черновика. Со щей снимают накип, А с кипящего котла Времени нет. Марина Цветаева Поэт Да, Россия не есть Условность территории. Я никогда не буду утверждать, Что здешние березы Дух не тот. Они не Русь любят, А помечащего гуся И девок. Прошение О въездной визе в СССР К очаровательным людям, Визе вне жизни, Добровольный приговор Свободе и самой себе Марина Цветаева Подала В начале зимы 1937-го. Ты, чьи сны еще Непробудны, Чьи движения еще тихи, В переулок сходи Трехпрудный, Если любишь мои стихи. О, как солнечно И как звездно Начат жизненный Первый том. Умоляю, Пока не поздно, Приходи посмотреть наш дом. Будет скоро тот мир погублен, Погляди на него тайком, Пока тополь еще не срублен И не продан еще наш дом. Этот тополь, Под ним ютятся Наши детские вечера, Этот тополь среди акаций Цвета пепла и серебра, Этот мир невозвратно чудный. Ты застанешь еще, Спеши, В переулок сходи, Трехпрудный, В эту душу моей души. Тысяча девятьсот тринадцатый. Вы, чьи широкие шинели, Напоминали паруса, Чьи шпоры весело звенели, И голоса, И голоса, И чьи глаза, Как бриллианты, На сердце вырезали след. Очаровательные франты, Очаровательные франты, Очаровательные франты минувших лет. Одним ожесточением воли Вы брали сердце И скалу. Цари на каждом бранном поле И на балу, И на балу Вам все вершины были малы, И мягок самый черстого и хлеб. О, молодые генералы, О, молодые генералы Своих судеб. О, как мне кажется, Могли вы Рукою полною Перстней И кудритев ласкать И гривы Своих коней, Своих коней В одной невероятной скачке Вы прожили свой краткий век. И ваши кудри, ваши бочки И ваши кудри, ваши бочки Засыпал смех. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!